Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Сердечно приветствую всех своих зрительниц элегантного возраста. Этот стрит-стайл будет очень элегантный. Также еще и потому, что пальто, его будет очень много, само по себе добавляет некой элегантности в образ не только дамам элегантного возраста, но и всем, кто носит пальто. Я много раз говорила, что я очень люблю пальто. Это моя любимая верхняя одежда. И могу сказать, что в Италии пальто очень популярно. Часто итальянки обходятся именно одним пальто, бесподкладочным. Ну, либо оно может быть на подкладке, особо это не имеет значения. И зимой его носят с тонким пуховиком. Поэтому, дорогие зрители, соберите на заметку. Очень красивые могут быть образы, когда темно-синее пальто и, допустим, темно-синий тонкий пуховик, черное пальто и черный тонкий пуховик. Но очень выигрышно смотрятся образы, построенные на красивом сочетании. У вас может быть белый тонкий пуховик, купленный специально под черное пальто. У вас может быть лавандовый пуховик, купленный под желтое, светло-желтое пальто. Такие образы мы видели недавно на витринах Макс и Ком. Итальянки очень любят красный цвет. Это прямо-таки заметно. Очень много пальто красного цвета, очень много шарфов, палантинов, а также платков красного цвета. Итальянки очень грамотно носят красный цвет. Они чаще всего его не надевают к лицу, а надевают его как раз-таки в нижний слой ансамбля, либо в нижний ярус ансамбля. Там могут быть красные брюки, либо красная юбка чаще всего. Очень любят итальянки розовый цвет в элегантном возрасте. Они его не боятся. Так называемый розовый ББ. Розовый детский цвет часто используется итальянками элегантного возраста. Я читала статью о том, что розовый, он действительно может освежать. Он не такой коварный, как красный, в особенности, если мы ошиблись с подтоном, и красный к лицу, и нам не подходит. Имейте в виду, что в таком случае шарф-палантин того цвета, который вас украшает, вам идет, вам в помощь. В любом случае розовый, я читала, очень освежает. Важно найти свой розовый. Говорят про розовый лососевый, что он идет абсолютно всем. Могу сказать, что итальянки розовый любят. Эту сеньору я подошла к ней специально и сделала ей комплимент. Я помню ее с прошлого года. Именно она мне рассказала, что Валентина в 64-м году предложил сочетание красного и фиолетового. До этого никто не предлагал подобное сочетание. С тех пор она именно так часто и носит. И действительно, в прошлом году она была героиней моего стритстайла неоднократно. На ней был подобного фасона. Внимание, вещи, клоны очень важны в нашем гардеробе разных цветов. Она на самом деле, эта сеньора всегда одета примерно одинаково. У нее примерно всегда одинаковая юбка этой длины, но цвет юбки может быть разный. И примерно одинаковый фасон жакета. И в прошлом году она была в красной юбке и фиолетовом жакете. Многие, возможно, вспомнят. Мне стало казаться, что элегантный возраст называется так, потому что элегантный стиль в одежде подходит этому возрасту больше всего. И больше всего украшает именно этот возраст. Что такое элегантность? Это прежде всего классический стиль в одежде. Что такое классический стиль в одежде? В моем личном понимании. Это то, что было модно и 20, и 30 лет тому назад. Это то, что практически не поменялось силуэт. Возможно, слегка какие-то изменения были внесены в крой, поменялось. Конечно же, ткань. Ткани улучшаются из десятилетия в десятилетие. Но если вы хотите понять, что такое элегантный стиль, вам стоит ориентироваться на классический стиль. А классический стиль – это тот стиль в одежде, который практически не меняется из десятилетия в десятилетие. И если молодая девочка, надевая пальто классического стиля, безусловно, выглядит солиднее, очень часто старше, то женщина в элегантном возрасте, в элегантном пальто будет выглядеть очень и очень красиво. И также именно элегантный возраст украшают крупные украшения, крупная бижутерия на шею. Если в 30 лет ты наденешь бусы с крупными камнями, с крупными бусинами, возможно, с бусинами из ткани, очень часто Марни, Макс Мара предлагает такие украшения, возможно, ты будешь смотреться не очень органично. Но вот в элегантном возрасте это смотрится здорово, как никогда. И также могу сказать про крупные яркие серьги. Существует мнение, что в элегантном возрасте нужно носить золото, бриллианты, они уместны этому возрасту, и этому возрасту позволено носить с самого утра даже украшения с камнями, которые больше подходят под вечер, хотя сейчас мода очень лояльна. Но могу от себя добавить, что так здорово смотрится бижутерия на элегантном возрасте, как, наверное, ни на одном другом возрасте больше. И здесь вам совершенно точно в помощь масс-маркет. Бижутерия не должна быть дорогой. Бижутерия просто должна быть крупной, гротескной, она должна сверкать, переливаться. Крупные серьги смотрятся очень хорошо, в особенности с короткими стрижками, с укороченными прическами, с локонами, которые можно завить себе, с волной, которую можно себе создать в любом возрасте. Небольшой каблук. Рекомендовала ли бы я его, как человек, который очень устает. Тем не менее, скорее всего, да, в элегантном возрасте, возможно, мы уже потеряли привычку ходить на небольшом, толстом, устойчивом каблуке. Но эту привычку можно внести в свою жизнь, по крайней мере, тогда, когда мы выходим, когда мы наряжаемся. Потому что и темпы жизни, и ритмы жизни становятся несколько иными. Безусловно, с маленькими детьми, с коляской, с сумкой, в которой все для маленьких детей лежит, тяжело ходить даже на невысоком каблуке. И очень часто женщины, на мой взгляд, именно теряют привычку украшать себя небольшим каблуком. Это могут быть 3-4 сантиметра, но это всегда красиво, это всегда очень изящно. Италянки любят шляпы, помимо того, что они любят яркие пальто. Кстати, посмотрите, итальянки сами при себя очень часто говорят, что они любят черный цвет. Это действительно так. Но черный цвет они очень любят именно летом, когда жарко, когда кожа почти коричневая. И смотрится это очень хорошо. Но в целом итальянки предпочитают в течение всего остального года яркие цвета. Хорошо одеты итальянки, классно одеты итальянки. Это чаще всего, по крайней мере, в моих видео, женщины любого возраста, которые любят яркие цвета, легко внедряют без опаски в свой гардероб, в свои аутфиты. И шляпы. До того, как мы надели маски, шляпы мы использовали здесь в Италии очень охотно и очень часто. Когда я приехала в Милан, по делам я обратила внимание, насколько много в Милане женщин, которые носят шляпы. В городе, где я живу, в местности, где я живу, шляпы тоже достаточно популярны. По крайней мере, стритсталеры совершенно точно шляпы любят. В элегантном возрасте женщины очень часто умело носят шляпы. Вообще, что такое умело носить шляпу? Это прежде всего не чувствует себя слишком заметной в этой шляпе. Для этого, пожалуйста, выбирайте всегда мужской фасон. Желательно вообще выбирать шляпу в мужском отделе, как делаю всегда я. Все мои шляпы из мужского отдела, несмотря на то, что они маленького объема, маленького размера. Я ношу 55 и 56 размер барсалину. Всегда выбираю их в мужском отделе. И, пожалуйста, пусть вам ориентиром будет ваш указательный палец. Поля на шляпе, в которой вам будет комфортно, которую не будет сдувать с головы ветром. Это поля, которые не шире, чем ваш указательный палец. Если поля шире, есть риск, что и в шляпе будет не так комфортно. Вы будете чувствовать, что ее слишком много. И есть риск также, что ее просто будет сдувать ветром. По очень многим моим героиням сложно определить, в каком возрасте они находятся. Сейчас мы носим маски, и итальянки предпочитают все-таки удлиненные волосы. Опять же, все те героини, которые попадают чаще всего в мои видео, это героини действительно с удлиненными прическами. Я обращаю на это внимание в каждом своем видео, которое посвящаю элегантному возрасту. Мне кажется, в России женщины, что называется, в инколате, то есть находятся под стереотипом, который очень часто навязывается так называемыми профессионалами. Это прежде всего парикмахеры и также стилисты, которые рассказывают нам о моде и стиле для женщин любого возраста с экранов телевизоров. Вот почему-то существует такой стереотип, что женщина в элегантном возрасте должна иметь прическу короткую. Более того, я в комментариях читала, что многие полагают, многие слышали, что чем старше женщина, тем короче должны быть ее волосы. В Италии мы видим, что это совершенно не так. И когда я только стала снимать стритстайл и выпускать свои первые выпуски стритстайла элегантного возраста, очень многие как раз-таки отметили удлиненные волосы, удлиненные прически. И многие написали, надо же, а нам здесь, в России, говорят совершенно иначе. Удлиненная кара, как у этой сеньоры может позволить себе каждая. В принципе, если волосы в хорошем состоянии, можно отрастить и вот буквально длину до лопаток. Всегда завивать. Подвивать, кстати, ошибочно полагать, как я думала раньше, что у итальянок такие красивые волосы от природы. Они, безусловно, хороши, но итальянки пользуются щипцами для выпрямления. И это выпрямление дает не столько прямоту, сколько потрясающий блеск. Итальянки также пользуются этими же щипцами для того, чтобы завивать красивые локоны, делать красивые прически часто, самостоятельно. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.